добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отверженности прекращение общения с человеком является проявлением духа отверженности а не дисциплинарным воздействием как я уже говорил прошлый раз если вы хотите кому-то помочь наставить на истинный путь то его нужно именно наставить то есть без общения это никаким образом эту цель не достичь нам нужно разговаривать нужно обличать нужно увещевать нужно молиться но не отвергать общение это наверное даже некое обязательное условие церковной жизни некое обязательное условие сплоченности церкви ее единство как только мы перестаем общаться в эту щель временную или словесную попадает демоническое семья она начинает разрушать церковь апостол павел говорит о том что должна быть жертва общительность вы когда-нибудь задумывались об этом когда для нас общение это жертва когда мы уставшие или когда общение с тем или иным человеком является для нас приятным занятием вот тогда это общение становится жертвой общение с людьми которые нам приятны которых мы любим с которыми у нас хорошие отношения доставляет нам удовольствие даже когда мы уставшие но как только эти отношения становятся не особо важными и нужными для нас для нас это становится сложным и вот здесь мы с вами должны вспоминать слова апостола павла который говорит о жертве общительности нам нужно с вами это делать на мой взгляд это основа взаимоотношений в церкви когда тебе не особо хочется но ты должен потому что к этому призывает нас господь потому что это отрежет от церкви этот дух отверженности и через тебя будет действовать совершенно другой дух дух святой который всегда принимает обнимает и восстанавливает